Всем привет! Меня зовут Гуршин Кирилл и я разработчик спиннингов Nord Stream. Сегодня хочу рассказать о новой серии Nord Stream. Это Spyker 2. Собственно говоря, первая серия Spyker была достаточно известной. Сделал я как бы условно реинкарнацию, но она будет немножко другой. Что такое Spyker вообще в принципе? Это удилище, максимально возможное по применяемым материалам, которые произведены в Китае на корейском припроекте. Собственно говоря, как бы отсюда протекает цена вопроса. То есть, например, вот Spyker примерно там это 11-12 тысяч рублей. Не сильно дорого, но уже и не дешево. То есть такой уверенный средний класс. И, собственно говоря, серия Spyker, она открывает новую концепцию, которая будет у Nord Stream. Эта концепция называется Genesis. То есть это именно спиннинги, произведенные в Китае, но произведенные на максимально возможных корейских припроекте с максимально нормальными по соотношению цена качества характеристиками колец как бы. Ну и минимально возможным вклад во всякие там фентифлюшки косметические, которые стоят денег, но по сути как бы на бланк не влияет. Собственно говоря, весь Nord Stream он в этом. Мы тратим деньги только на то, что реально дает, собственно говоря, какие-то преимущества бланка. Рассмотрим, как это вот Spyker. Что здесь есть? Соответственно, катушка-держатель Fuji. Потому что лучше как бы, ну пока нет. Далее, кольца. Кольца поставлены Seguide LS. Достаточно вполне по всем своим характеристикам. При этом это по цене несколько дешевле Fuji Alconeta. Причем вставка сама по себе по качеству, ну не хуже точно. Дальше, что мы еще сделали? Значит, высокомодульные графиты. Выскомодульные и среднемодульные, скажем так, графиты. 40 тонн, 30 тонн. Они идут в смеси. Далее, весь бланк сделан по принципу ультрамикропитчинг. То есть, можно видеть, что шаг пленки был максимально минимальный. Зачем это надо? Это мы делаем чуть более, скажем так, плотный бланк, убирая малейшие возможности получения какого-либо там воздуха между слоями приправов, когда идет процесс запекания печи. То есть, здесь очень-очень плотно слои обмотаны, поэтому сам по себе материал, как бы, дополнительная гарантия. Дальше, усиление комля 3К. Вот он, 3К. Потом усиление комля перекрестной намоткой. Это для того, чтобы комель, как бы, был максимально прочным, при вываживании работал нормально, как бы, и не ломался. Основной принцип спайкера какой? То есть, собственно говоря, легкий бланк оснастили достаточно увесистой рукояткой. Зачем? А для баланса. Потому что огромнейшая глупость считать, что чем легче сам по себе спиннинг, тем, соответственно, он лучше. Все не так. Если уж хотите померить как в оптимал, надо верить, мерить вес вершины. Более того, если мы, скажем так, в комле, в рукояти добавили немножко веса, это даст нам дополнительное преимущество не только в самом балансе, да, чтобы держать ее удобно, но еще плюс в забросе. То есть, когда несколько более тяжелая рукоять бланка, ну, спиннинга имеется в данном случае, да, то забрасывать вдаль будет достаточно легко. Теперь по назначению. Значит, у нас есть четыре спайкера, которые чисто джиговые, и у всех из них одна длина. Это 822. То есть, вот 8 футов 2 дюйма, это примерно получается 2,47. Примерно. Почему такая длина? Потому что, на мой взгляд, это наиболее универсальная в нынешнее время длина, которая позволяет ловить из катера, скажем так, из берега. Понятно, что там для маленькой лодочки, наверное, длина будет чуть излишняя, но именно поэтому сделан второй вариант спайкеров с длиной 7,742, то есть 7 футов 4 дюйма. Это у нас получается 2,24, который не чисто джиговый, а, наверное, как бы первый раз я прям сделал такую концепцию джига твича. О них мы поговорим чуть попозже, поэтому сейчас затронем чисто джиговые. момент. То есть это джиговые спиннинги, их 4 штуки, они с абсолютно разными тестами, с немножко разными строями, но которые вовлечены в единую концепцию, то есть спиннинги, которые оптимально будут работать, показывать, а, падение приманки на дно, максимально возможно передавать, как бы, это падение приманки в руку, подсекать, просекать, но при этом держать рыбу и вываживать. То есть, ну, вот какой-то такой вот комплекс задач, который, в принципе, был достаточно успешно решен, надеюсь, по крайней мере, все испытания, вот даже здесь сейчас, показывают на то, что проблем ни с подсечкой, ни с вываживанием разного размера рыбы не происходит абсолютно. Дальше, заброс. Значит, все бланки специально сделаны для облегченного заброса. Ну, дальше я сейчас буду показывать, кидать, как бы, можно будет увидеть. Можете поверить на слово, скажем так, сильно напрягаться и вкладываться в то, чтобы кинуть приманку довольно далеко, не надо. Вот это вот спайкер. Ну, скажем так, по сути, честно говоря, наверное, на вот этих материалах сделать что-то лучшее, тем более, за эти деньги, наверное, я уже не смогу. Ну, по крайней мере, пока. Если будет что-то новое, сделаем. Теперь давайте разберем конкретно помодельно. Вот четыре джиговые модели. У меня сейчас в руках самое легкое. Самое легкое – это с тестом 7,21. Скажем так, честно говоря, 7 грамм в руку будет отдаваться только на твердом дне. В основном мы здесь ориентируемся по вершине, но и, опять же, чисто по смыслу и принципу, где мы обычно ловим на 7 грамм. Либо это, скажем так, течение и маленькая глубина. А чаще всего это стоячий водоем без течения, где мы ловим в первую очередь, как бы по бровкам, там, вот весами, там, 14, 15, 17 грамм. Зачастую в этих условиях мягкая вершинка гораздо важнее, чем удар в руку. Потому что веса легкие, подул ветерок и вся вот эта волшебная чувствительность в руку, которую, в принципе, можно сделать даже на тесте 7,21, на низах, там, на 7, на 8, на 10 граммах, она просто пропадает. Вот не вижу в этом смысла. Лучше как бы четко понимать, что у тебя приманка лежит на дне, чем ожидать волшебную стуку в руку до первого легкого ветерка. Показываю. Давайте сейчас я покажу. Вот у меня сейчас висит небольшая резиночка. Плетенка не тонкая, 1,25. Размер по японской классификации голова у меня сейчас здесь 8 грамм. 7 не нашел, честно говоря, но, в принципе, оно вот около дела. Как работает спинник на забросе? Вот я особо не увожусь, я, в принципе, просто махнул. Улетело, улетело прилично. Теперь смотрим работу вершин. Есть, 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 есть. Как работает вниз вы посмотрели. Теперь проверим как бы как спинник работает по верхам. То есть повесим сейчас голову 20 грамм, достаточно большую приманку и я покажу как этот спинник может делать подрыв. Почему так? Ну, как бы уже-то у меня в традиции. Если я ставлю какой-то тест по спинник, означает, что на низах вес груз головки, то есть вот 7,21, значит, что 7 грамм, в принципе, визуально можно увидеть падение при относительно как бы не толстой плетенки, да. И вверх вот 21, 21 может сделать уверенный подрыв приманки, когда мы, например, в доме судака, нам нужен подрыв. Вот здесь, как бы это, я считаю, очень важная характеристика, потому что тест можно писать любую, она какие-нибудь, наверное, больше. Но вот подрыв она уже не сделает. Поэтому смотрим максимум. Ну вот 20 грамм я поставил, приманка 3,8 дюйма. Приманка не маленькая, это шакалский, естественно, мой любимый цвет и размер. Вот, это, соответственно, у нас шакал ритм вейв 3,8. Вот сейчас мы его подорвем, покажу как. Заброс, ну, вкладываться не надо. Забросил. Сейчас будет падение. И смотрим, как же это дело работает на подрыве. Ну вот, соответственно, посмотрели верха. Что вы видели? Вершинка сама по себе гнется примерно вот до сюда. Дальше вступает в дело достаточно злая и средняя часть, которая и осуществляет непосредственно сам подрыв. Ну, как бы, к сожалению, к счастью я не знаю, но концепция именно спиннинга с тестом до 21 грамма, в моем понимании, да, это подразумевает, что это наиболее быстрый фастовый спиннинг практически всей серии спайкер. То есть, эта вершинка у него максимально в нормальном, как бы, варианте смягчена. Поэтому здесь именно сам подрыв осуществляется вот таким вот только местом. Вершинка практически выключается. Ну и, собственно говоря, как бы это единственный возможный вариант, если мы хотим сделать и туда, и сюда. Никаких проблем, провалов и прочее, и прочее, с подрывом, вы видели, собственно говоря, не было. То есть, можно не дергать, уверенно дергать, и уверенно подбрасывать приманку. Тем более, я сейчас это делал на довольно сильном течении. Вот, то есть, мы сейчас рассмотрели самую легкую модель с тестом 7.21. Из-за нормального поднятия воды вся рыба стала под берег, ловим вообще на 10 грамм. Спайкер 7.21, 822. Вот он и пригодился. Оття, 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 сбежал. Не, не сбежал. Щуренок. Там достанешь? Да, достану. Или подсак. Какой подсак-то, чё? Оття. Итак, следующая модель. Это спайкер 822 ММХ с тестом 10.28. На самом деле, как бы, это наиболее популярный тест. Соответственно, по своим характеристикам, например, по сравнению с тестом 7.21, у этой модели чуть более регулярный строй, чуть более жесткая вершина и серьезно жестче средняя часть и комель. Почему? Ну, потому что с этим тестом уже, в принципе, можно выходить на довольно крупную рыбу. Я, например, вот сейчас здесь на обеи ловлю им щук и вылетают немаленькие, то есть так, ни келошки, ни двушки, ни трешки. Вот. И чтобы вот именно спиннинг с рентестом справлялся нормально с рыбой, я сделал пожестче среднюю часть и пожестче комель. Собственно говоря, как что работает на низах, вверхах, вверхах, я покажу. Вот у меня сейчас довольно небольшой виброхвостик, но он плавающий. Поэтому это мне немножко ухудшит чувствительность, как бы, и в руку, и визуально. Потому что здесь в руку уже будет отдаваться. По крайней мере, на твердом, так, более-менее твердом дне. С одной стороны. Ну, с другой стороны, как бы, усложним наше испытание. Смотрим. Естественно, проблем с забросом. Полетело далеко и легко. При том, что плетенка у меня стоит так-то 2.0. Сейчас поймаем дно. Вот. Поймали. Есть. 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 Ну, собственно говоря, что происходит на минимальных легких весах, вы посмотрели. То есть 10 грамм, конечно же, это не вверх чувствительности, но, в принципе, увидеть падение приманки на дно и подсчет в руку продут не здесь. Здесь песочек такой мягкий совсем. Здесь только визуально. А вот на более твердом грунте вполне себе можно. Ну, а теперь классический подрыв. 28, ритм-вэйв 3,8 дюйма. Сейчас покажем. В принципе, у спиннинга есть некоторый запасец, честно говоря. Но я бы не рекомендовал его сильно перегружать. Все-таки, как бы, тест я ставлю непросто. Подрыв. Падение. Подрыв. Ну, вот, собственно говоря, посмотрели мы подрыв. Кто разбирается, понимает и увидел, что разница в строе. По сравнению с более легкой моделью 7.21, 10.28, как я уже говорил, чуть более регулярной, и она значительно мощнее. То есть вот эта вот модель, это как бы основная, базовая. Хотите щуку, хотите судака, там, ну, до десятки, ребят, все походят. Не, я смотрю. Сюда, да. Спайкер 822 ммH. В принципе, ну, видно, как это работает. Правда, для микроб на рыбке. Все, вот килограмм-полтора. Ну, вот, этим же серия не ограничивается. Следующая модель, это спайкер 822 ммH. МмH имеет тест 12-42, и он уже рассчитан на привычные веса, течение, ну, и соответствующие размеры и рыбы. Сейчас покажу. Ну, вот у меня ммH в руках. Собственно говоря, основное отличие ее от унцовой версии, это, понятное дело, в тесте. То есть, тест 12-42, и самое главное, в строе. То есть, это такой уже вот прям сильно-сильно уверенный регуляр-фаст. Они, в принципе, регуляр-фасты все. Но там есть переход, скажем так, от регуляр-фаст ближе к фасту, до регуляр-фаст ближе к слоу. Но об этом мы поговорим как бы попозже. Пока вы смеете эту ямашку. Вот, классический регуляр-фаст. Достаточно мощная средняя часть, очень мощный коммель. Я даже сделал немножко больше диаметр комля, в принципе, во всей серии спайкер. Для чего? Для большей чувствительности. То есть, просчитали, сколько можно максимально увеличить диаметр комля, для того, чтобы чувствительность была, с одной стороны, выше, с другой стороны, как бы, прочитая сны, характеристики не пострадали. Не пострадали. В брекетш-машине, в принципе, вот эти спиннинги держат от 5 до 9 килограмм. То есть, вот самый легкий 7.21 держит 5 килограмм, 10.28.6, вот это вот 7, ну и 9 держит уже классы XH, о котором мы поговорим позже. Так, пока показываю МАШ. МАШ показывает с 12 граммами, не из теста. Опять же, плавающая резинка, которая очень сильно нам подпортит картинку. Ну, давайте смотреть так. Заброс. Вот, наконец, у нас приводнилось на 12 грамм. И начинаем проработать. Поделем. 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 Собственно говоря, работа на низах показали. Более того, 12 грамм на этой модели я уже такой уверенно чувствую в руку. Но тут еще есть нюанс. На самом деле, здесь глубина для более легких весов, ну, совсем неподходящая. А найти что-то более или менее приемлемое, ну, не получилось никак. А бегали весь берег. Вот, поэтому вы видели, что на этой модели 12 грамм очень четко ложится в руку. Поверьте мне, более легкие модели будут в более-менее приемлемых условиях по низам работать тоже не хуже. Но здесь, собственно говоря, вот очень важный момент. Конечно, чувствительность в руку включается максимально. Вот именно в модели 12-42. То есть здесь уже никакой стоячей воды. Это в первую очередь течение. На стоячке, конечно, использовать ее можно. Но, конечно, вот строй, все, жесткость, оно рассчитано уже под какое-то определенное течение. Причем такого от среднего до сильного. Вот. И поэтому акцент на чувствительность в руке здесь максимальный. Что еще? А еще, еще раз повторю, мощный, очень мощный комель, который позволяет именно просекать. Например, того же судака там просто на раз. Вот. Не говорю уже про щуку, которая, в принципе, там послабее. Сейчас покажу подрыв. Подрыв покажу жесткий. Вот то, чем я сейчас здесь реально ловлю. Потому что вот тут все мы балуемся по окуньку. А ловим-то мы немножко щуку другими приманками. Более крупными, более тяжелыми, объемными и прочее. Ну, собственно, вот и оно. 42 грамма. Элитный муэйв 4.8. Ой, как хорошо она здесь ловит. На самом деле. Вот. Вообще, на самом деле, уникальный приманк. Теперь процентов 80 ловлю, наверное, в случаях, если это не глухолушайший коряжник, это ритм-вейв. Смотрим, как бы вершинка у нас подсогнулась. Вот. Под этим весом. Потому что совокупно, давайте понимать так, что ритм-вейв тоже весит не 3 грамма и не 5. Вот. Но в любом случае, все еще нормально. Делаем заброс. Напоминаю, 42 грамма максимум теста. Ну, я сильно напрягаться не буду, а то улетит совсем директор. Понятное дело, что говорить там о чувствительности какой-то бессмысленной. Все не то, что в руку, а в пятку. Вот. А подрыв вот он. Ну, собственно говоря, кто разбирается, то и видел. Строй в спайкере 822MH. Более регулярный, как я уже сказал. Это он был доказательством. Потому что при максимальных нагрузках, собственно говоря, работает он начнет уже примерно где-то вот отсюда вот. При этом в руках остается значительный запас мощности и для посечки, и для вываживания. Кстати, спайкеры, как и старшие их братья Экспириенсы, отличаются несливаемостью рыбы. Я очень уделяю большое внимание этому. Поэтому бланк просчитывается именно так, чтобы он работал практически без мертвых зон и не вставал, как это говорят опытные рыболовы. Когда у тебя гнется, 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 бланк при уважении, потом хлоп, и он становится очень жестким. Все. Это реальная вероятность схода. Здесь такого нет. Вообще во всей семье не спалят. Прям подряд. Слушай. Это выход, ребята. Это выход. Вот поменьше. Главное что? Главное дать ей уйти в коряги. Жизнь налаживается. Жизнь налаживается, да. Поменьше. На всякий случай вот так работает спайкер 722 Yamaha. До 42 грамм. Опа. Собственно говоря, эмашка. Вот она. А дальше, дальше будет монстрик. Следующая модель это спайкер 822 XH с тестом 2080. Собственно говоря, вот он у меня в руках. Спайкер 822 XH. Мощнейший кобель. Мощнейшая вершина. Ни разу не мягкая. Все ориентировано в плане как бы определения падения приманки на дно. Начал свинеться в руку. Конечно же вершинка двигается. Конечно же на низах ее видно. Но в первую очередь, конечно, это в руку. Сам спиннинг создан как бы не для деликатной ловли. То есть условно говоря, мы ловим там на сильном течении, на глубине там 15-17 метров. Либо на очень сильном течении объемными приманками. И нам надо что? Нам надо, чтобы спиннинг не согнулся хотя бы при как бы работе с приманкой на большой глубине с большими весами. В любом случае, даже при этом строе, низа работают великолепно. Здесь я на этот полк тоже уже не одну рыбку поймал. Поэтому могу прямо четко сказать, как она держит и как она работает по низам. Вот сейчас стоит 20 грамм. Делаем заброс. Заброс. Ну, легко. И смотрим работу по низам. Сейчас упадет. Падение. Ямка что ли? Падение. Да, там ямка какая-то. Падение. 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 То есть, что мы получили? Мы получили очень мощный кол, который легко берет практически любую по размеру рыбу. И который работает по низам от 20 грамм. Уверена. Сейчас посмотрим, как этот кол справится с своими непосредственными прямыми обязанностями. Забросим что-нибудь грамм. Ну, голова у меня 70, нашел тяжелее, не нашел с собой. Вот. И большую приманку, довольно тяжелую. Специально, чтобы компенсировать недостаток вот этих вот 10 грамм. Напоминаю, что как бы это именно джик. Это именно подрыв тяжелых весов. Такой экстра-хэви-джик. А вот, лодочный, в первую очередь, конечно же. И это как бы бескомпромиссное выдирание рыбы, если это надо. Ну, собственно, вот оно. Голова 70 грамм. Ям мани миноу. Тяжелая штука. Ну, реально, в наших условиях, конечно, работает великолепно. Рабочий такой хвост. Вот. Тоже любым на него полагать. Хорошую рыбку. Смотрим. Ну, с забросом даже разговора быть не может. Смотрим, как реагирует вершина. Видно, что это как бы уже такой уверенный максимум. То есть, примерно, как у нас вот, более младшая, скажем так, по тесту модель, 822 MH, работал со своим максимумом. То есть, 22 плюс 4,8 дюймов ритм-вейв. Теперь заброс. Заброс, заброс, заброс. Опа! Ну, запасится еще, конечно же, есть. Но уже такой, не волшебный. То есть, понятное дело, что кидать ей там 100 с лишним грамм, я бы уже не рекомендовал. Теперь, смотрим, подбросы. Оп! Подбросы, понятное дело, делаются легко. Никаких проблем. Рассчитано, на самом деле, на более объемные приманки. На тот же вес, но на более объемные приманки. Поэтому никаких проблем с подбросами нет вообще, как у вас. Еще маленький нюанс, о котором хочу сказать. Как раз именно про эту модель я уже говорил, что она максимально близка к регуляру. И даже чем-то к слову, на самом деле. Потому что вот тут вот граница такая немножко размытая. Построю. Вот. Это жесткий, жесткий, почти регуляр. Регуляр-фаст, но уже почти регуляр. Вот. Который позволяет работать в широком диапазоне приманок. С одной стороны, не проваливаться. При максимальных весах. С другой стороны, отрабатывать не за. Еще один нюанс. С катушкой, с размером катушки, я бы не мелочился. На эту модель, я уверен, ставлю там по шиманы 5000. По дайве это 4000. То есть вот такие вот размеры, они как бы, во-первых, будут нормально балансировать. Потому что все же спинник мощный. Хотя, конечно, стенку мы старались сделать максимально возможной, тонкой. Для... Не просто можно сделать еще тоньше, естественно. Не проблема. Проблема в том, что она будет ломаться, как бумага. Таких спиннингов много. Делали иную стенку, чтобы она была надежная, прочная, минимально ломучая. Но при этом, конечно, пытались облегчить. Но для этой модели, понятное дело, там с тестом 2080, стены мощнейшие, стенки мощнейшие. Поэтому, конечно же, весит. Спиннинг весит. Поэтому, чтобы оптимально его отбалансировать, 5000 шимана, 4000 дайва. Ну и плетенка у меня здесь стояла. Чтобы вы понимали, когда я работал по низам, она у меня стояла в районе, сейчас скажу, 2,5. По японской классификации ПР. Вот так работает спайкер. Измешанного садива. Такая же, да? Да, да. Трешка. Наверное. Около трешки. Не боится. А свечечку? А свечечку? Не хочется она свечечку делать. Они не умеют свечечку делать. Да? Собственно говоря, на этом, наверное, все. Про джиговые спайкеры. Про джига-твичевые три модели мы поговорим отдельно. А то слишком много будет. Вот кому интересен джиг, кому интересна вот эта вот средняя ценовая категория. Собственно говоря, у Nord Stream на данной этапе это лучший спиннинг за эти деньги по соотношению цена-качество. Скажу так, в средней ценовой категории. Если понравилось, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте. В принципе, в Facebook, ВКонтакте, Instagram, где меня еще можно найти. Да практически везде. Даже комментарии под видео отвечаю. Если, скажем так, прошло не больше месяца-полутора. Вот, задавайте вопросы. Все, что знаю, расскажу, подскажу. По возможности помогу, когда не жалко. Все, увидимся в следующий раз, когда я буду рассказывать про спайкеры 742 длины. Напоминаю, их три штуки. И с разными тестами. И по назначению это джиг и твич в одном инструменте. Все, всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok